В оккупированной Макеевке прозвучал мощный взрыв, что у россиян аж глаза на лоб повылазили. Взорвался громадный российский склад боеприпасов. Бахнуло так сильно, что задрожал весь Донецк, а в радиусе одного километра от взрыва, выбило стекла. Российские оккупанты снова случайно устроили перекур в складе боеприпасов, а неосторожно брошенный бычок в ящик с минами, привел к подрыву всего склада с БК. Судя по мощности взрыва, там было боеприпасов на несколько месяцев боевых действий. С российской точки зрения было логичным разместить все в одном месте, чтобы хлопнуло за раз. Буквально только что на ветер улетели десятки, а может быть и сотни миллионов российских долларов. Смешным является то, что россияне сказали, что это была работа ПВО. И судя по результатам, ПВО со своей задачей справилась, строго и четко. Оккупанты уже заявляют, что это самый мощный прилет за полтора года боевых действий. И я им охотно верю, так как даже я давно не видел таких больших взрывов. Страшно представить, сколько взрывчатки было в российском складе с БК. Судя по всему, там были в том числе зенитные ракеты в большом количестве. Нам уже удалось установить, в каком месте произошел взрыв. Целью оказался складской район около шинного центра. Это промышленная зона с большими складскими помещениями. Неудивительно, почему россияне выбрали это место для хранения боеприпасов. Оно более-менее удалено от жилых домов, и в то же время имеет ряд построек, в которых можно незаметно сгружать и загружать боеприпасы. В принципе, расстояние от линий фронта небольшое, и из любой гаубицы можно было поразить объект. Всего один точный выстрел чпокнул огромный российский склад, который собирали месяцами. А теперь придется все вести заново, поэтому россиянам нужно затянуть пояса, потому что это все за их счет.